итак всем привет в этом видео мы будем обновлять open core на моем основном хакинтоши компьютере хакинтоши то есть компьютере на котором установлена mac os open core это загрузчик поехали в данный момент у меня установлен open core 0.7.4 вот однако уже вышел open core 0.7.6 я его уже скачал вот отсюда скачиваем также с помощью вот этой программы я скачал все нужные мне кекс нажал кекс менеджер выбрал текст и нажал скачать все тексты последних кекс также за основу мы берем мою папку ефи то есть мы монтируем ефи открываем мою старую папку ефи мы берем за основу давайте мы ее переместим давайте откроем это вот мы размонтируем далее открываем папку нам отсюда нужно мне конкретно нужен 1 2 потому что у меня windows из папок нужно вот вот это я создаю новую папку для open core и в эту папку я скидываю эти две папки потом это еще не все потом я беру открываю мой конфиг отсюда все удаляем кроме device properties platform.info и уев и вот эту штуку мы сохраняем как отдельный файл пишем платформ например и сохраняем в эту же самую папку для open core сейчас поймете о чем идет речь вот это мой метод это я так придумал делать может кто-то еще до меня делал но это гораздо удобнее так дальше у меня есть кекс на порты вот у меня кекс на порты я беру его перемещаю сюда а также я совсем совсем забыл что для macos monterey мне нужен restrict events именно restrict events нажимаем скачать скачается последняя версия и мне нужен кекс на 3 apple data set менеджмент мы его тоже перемещаем все это все что мне нужно для настройки по сути теперь поехали настраивать открываем делаем подготовку нам нужны в документах осетя и сэмплы еще конкретно мне что нужно вот на процессор и вот эти две только новых версий сэмбас и сэмплак то есть все вот он плак и вот он с бас не сэмбас с вас весь у меня три таблицы почему мне не нужно с из детей есть и потому что у меня есть юсб порт с кекс сейчас мы до этого дойдем значит здесь все удаляем кроме аудио dxc open canopy open hfc plus open linux boot оставлю open partition dxc open runtime ну и все остальное все в корзину по поводу bios видео если мы поговорим в следующем видео будет дополнение я объясню что это такое мы рассматриваем базовое обновление значит это мы в корзину ну то все вот наши драйвера которые нам нужны то есть они остались здесь open runtime open partition dxc open linux boot open canopy дальше кексты в кексты перемещаем заведомо скаченные кексты apple lc lilou кекст кекст на сетевую карту у вас это может отличаться respect events обязателен чтобы macros monterey грузилась на любых sm bios их и принимала обновлений virtual smc whatever green все а также мы добавляем юсб порт с кекс на юсб порт в тулсе я тут привык уже все удалять в тулс поэтому мы все удаляем что касается папки ресурсов переместить в корзину идем на страницу разработчика команда оси дантера и ищем здесь по уси binary data и скачиваем последнюю версию так драйверах нам мне конкретно ничего не надо папка ресурсов она здесь заполненная мы ее перемещаем сюда переместили отсюда мы все удалили с папки аудио то есть папки аудио нам ничего не надо мне надо я сейчас добавлю если кто-то использует звук запуска компьютера mac то сюда два файла удалили так я сейчас добавлю этот звук он воспроизводится при старте опенкора а вот этот звук воспроизводится если опенкор скрыт то есть появляется яблоко у вас пошла загрузка я добавляю эти два звука и все здесь я на первое время оставлю стандартную тему ну допустим это будет golden gate остальное в корзину потом можно поменять тему все далее нам обязательно нужен сэмпл конфига нашего сэмпл плист вот он переименовываем его в конфиг открываем с помощью плиста дит про я надеюсь каждому все видно никто не будет говорит что не видно увеличить или что-то еще вот эти варминги мы удаляем и сохраняем конкурс все пока все дальше открываем через пропер 3 оси clean snapshot папка x64 ефи опенкор все мы берем делаем чувств и у нас прописывается все наши кексты все наши оси 5 таблицы все наши драйвера все прописывать опять же мы сохраняем а теперь мы приступаем к ним непосредственно в настройки то есть я вам покажу что все прописалось вот все прописалось все есть пойдем сходим с вами kernel add здесь тоже все прописал все есть все наши кексы сходим в uefi drivers тут тоже все прописал приступаем к настройке как я вот сделал и всем рекомендую делать платформа плит то есть я удаляю девайс пропертиз пока удаляю удалил идем в бутер бутер quirks здесь я особо ничего не ставлю я здесь просто добавляю рыбилт apple memory map и все по сути свои у меня процессор хасов это четвертое поколение тут вообще все по умолчанию добавляем только rebuild apple memory map и это правильно далее мы идем в kernel quirks делаем следующим образом мне удобнее всегда снизу вверх настраивать я не знаю почему я настраиваю сюда снизу вверх то есть quirk на порты нам не нужен на trim quirk нам не нужен у нас есть кекс provide current CPU info мне не нужен паник но кекс дам пьес дисейбл и омэпер есть power time out кернул паник есть так и я ставлю конце apple cpu идем дальше дальше миск атрибуты пишем 144 лаунчер option full потому что у меня windows picker мод external picker audio assist yes потому что у меня есть звук при запуске picker вариант это как раз таки мы сейчас будем писать путь к нашей теме то есть рабочий стол где у нас вот open core и мы просто копируем time out можно 5 можно 10 я ставлю всегда 10 show picker yes debug здесь target 0 ставим security hello environment reset hello set default hello toggle zip dmg loading sign так экспо сенситив дата 3 scan policy 0 пароль мы не устанавливаем никакой и зачем он нам нужен вот здесь secure secure boot модуль здесь оставляем дефолт здесь пишем optional в тулсе у нас ничего нет это можно уже закрыть это все настроено уже а теперь внимание платформ платформ инфо энверам и платформ инфо то есть в энверам я убираю минус сви и капсимс но мне это не надо сип у нас по нулям платформ инфо идем в рабочий стол папка для open core платформа please открываем его старым окном идем в дженерик заполняется только дженерик то есть больше ничего не заполняется мы первое берем из нашего нового конфига удаляем mlb rom system product name кому надо у кого не iMac 19 один system serial number и system uuid удаляем здесь беру mlb rom system uuid system serial number и просто сюда перемещаем и дженерик получается заполнен все здесь мы разобрались в уефе вы можете даже здесь посмотреть я всегда во вкладке apple input apple event ставлю авто иначе не запускается значит мы здесь пишем авто в apfs миндейт минус 1 ставим и мин версию минус 1 и джем старт подклад так заставлю пись далее идем apple input у нас авто в аудио идет я иду в аудио потому что мне это надо я вот этот раздел аудио из уефе удаляю и в уефе добавляю уже свой аудио и нажимаю ok все у меня аудио заполнено драйвера у нас прописаны input здесь мы ничего не трогаем можно убрать только слово asus так дальше output здесь я привык ставить ignore text and graphics я всегда это делаю уже с этим ничего не поделаешь в квирках здесь давайте даже сверим у меня здесь activate hps support у меня здесь enable vector acceleration здесь он уже включен вот эти вот два квирка у меня тоже включены все можно сказать open core настроен но мы же удалили с вами девайс пропертиис правильно мы берем девайс пропертиис уже готов и перемещаем его в корень в root все вот сюда и нажимаем key все он у нас прописался теперь мы с вами откроем такую утилитку которая называется ocvalidate откроем мы ее от имени администратора так терминал скидываем сюда ocvalidate и скидываем сюда наш с вами уже настроенный давайте сохраним скидываем сюда уже настроенный наш конфиг то есть вот он время час тридцать шесть то есть все сохранено скидываем нажимаем на у нас есть одна ошибка значит я все время допускаю эту ошибку постоянно я включаю ignore texting graphics но мне он здесь не нужен вот он выключить сохранить и делаем еще раз нет ошибок все мы можем загружаться с этим open core для того чтобы загрузиться с этим новым open core нам нужно первое доделать папку одну минуту одну минуту где у меня было apple и microsoft идут сюда ну а дальше мы вставляем флешку монтируем на этой флешке ефи вот флешка вот он будет монтировать она пустая эта флешка ефи и скидываем сюда наш ефи ни в коем случае мы не заменяем основной ефи пока мы не запустимся с флешки с новым open core с начала флешка если с флешки все запускается мы заменяем наш загрузчик все поехали запускаться проверяем вот мы поехали на перезагрузку то есть вот наша флешка нажимаем и выбираем макинтошерс ожидаем ожидаем загрузку я надеюсь что это видео будет полезно тем кого хасл это пойдет еще на бродвелл хасл бродвелл это актуально все система запустилась все система наша запустилась как вы видели теперь мы что делаем раз система запустилась мы монтируем ефи нашего ssd накопителя ssd накопитель не знаю как кому удобно и удаляем вот эту папку мы просто ее удаляем после удаления мы очищаем корзину теперь берем нашу новую папку и перемещаем она у нас получилось идентично идентичная то и что было а теперь мы вынимаем нашу флешку и перезагружаем наш компьютер идем на перезагрузку контрольный запуск выбираем macintosh hd и и и и Продолжение следует... Система запустилась уже с нашего SSD-накопителя. Давайте проверим версию OpenCore. OpenCore 0.7.6. Вот так довольно просто можно обновить загрузчик OpenCore. Если делать всё, как я показываю, всё получится. Компьютеры Haswell и Broadwell добро пожаловать. Что касается Skylake и выше, в том числе 10-е поколение процессоров, там всё практически идентично. Подпишись на канал, оцени это видео лайком. Если есть вопросы, пиши комментарий. Всем пока. До встречи.